МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Сказать кризису спасибо язык не поворачивается. Но любой экономист ответит, что кризис – это всегда новые возможности. Я, как и многие из моего поколения, очень хорошо помню время, когда жить посредством было нормой, когда они культивировали отношение к одежде или еде. Зато читали, смотрели, разговаривали. И все мы прекрасно понимаем, что без кризисов не бывает развития. Но что ж тогда делать? Вот лично я всегда отвечаю – смотреть, слушать и думать. Более того, в наших силах обратить все в свою пользу. А важное всегда остается стабильным. Как, собственно, и наш утренний вестник. Каждый день для вас. Меняем отношение к кризису. Как сохранить и приумножить все, что нажито непосильным трудом? Готовим сад к зиме. Или чем на даче в сентябре заняться? Что имеем, не храним. Как льготы влияют на инвестиции? Либо чудо, либо фокус. До чего техника дошла? Рецепты национального единства обсудят в Перми. Ждем гостей со всей страны. Я за любые форумы, у которых есть внятная цель. Пермский край на этой неделе вновь станет площадкой для событий всероссийского масштаба. В нашем городе пройдет форум национального единства. Эксперты обсудят принципиально важные для современной России вопросы. Где, что, когда? Сейчас расскажу. Пермь примет Всероссийский форум национального единства. Событие – преемник проекта гражданского единения «Региональный аспект», прошедшего в Перми в прошлом году, чей опыт показал эффективность формата открытого диалога для обмена опытом между представителями сферы национальных отношений. На форум приглашены представители общественности, научного сообщества, федеральных, региональных и местных властей из 56 регионов России. Для поддержания профессионального диалога мероприятие посетят порядка 600 специалистов. Изюминкой этого года станет участие Института этнологии, то есть сеть экспертов, которая работает на протяжении 20 лет на уровне Российской Федерации. И это этнологи, которые темой занимаются серьезно. По заданию губернатора Виктора Басаргина в регионе было сделано немало важных шагов в этом вопросе, существенно увеличено финансирование. С учетом средств федерального бюджета на национальную политику в 2014 году выделено средств в 13 раз больше, нежели в 2011. Прикамье – это одна из восьми пилотных территорий по созданию регионального центра мониторинга и прогнозированию состояния межнациональных отношений и предупреждения конфликтов. Губернатор всегда подчеркивает, что вопросы этнического развития, этнокультурного развития, национальной политики – это один из приоритетов в развитии региона. Именно в Пермском крае союз вот этих трех сил, общественных национальных объединений, власти и экспертного сообщества выстроена системой взаимодействия, и все друг другу помогают. Участников и гостей ожидает интенсивный 40-часовой марафон. В рамках деловой его части – научные дискуссии, семинары, презентации опыта регионов. Кроме того, в Перми проведет свое первое совещание новое федеральное агентство, которое занимается вопросами межнациональных отношений. Предусмотрена и творческая часть, а также межрегиональная ярмарка промыслов и ремесел. Форум национального единства пройдет с 23 по 26 сентября. Вот есть решения, от которых зависит, если не все, то многое. Я, конечно, понимаю, что надо как-то решать проблему с дефицитным бюджетом. Но как объяснить предпринимателям, что все, теперь платим по полной. При том, что у соседей без перемен, все стабильно. Нужен деловой подход, считают эксперты и объясняют. У нас премьера новой рубрики. Так что смотрим, комментируем. Налогу на прибыль отведена важная роль при формировании краевого бюджета. На территории Прикамья с 2006 года для привлечения инвесторов действует региональная льгота по налогу в размере 4,5%. Эффективность таких скидок предприятиям не раз ставили под сомнением. В условиях дефицита краевого бюджета правительство приняло решение внести в законодательное собрание законопроект, который отвиняет льготу по налогу на прибыль. В течение 4 лет ежегодно по 1,5% ставка будет доведена до максимальной – 18%. И с 1 января 2018 года налогоплательщики будут платить по полной, если депутаты регионального парламента предложение поддержат. На форумах и социальных сетях эту тему также обсуждают, ведь последствия могут быть обратными. Ну а что? В других регионах есть налоговые льготы, можно и там зарегистрировать бизнес. Зачем отменять льготу по налогу на прибыль? Это ведь дополнительный бонус для бизнеса, а так половина предприятий закроется. Если бы вообще налоги были меньше, у нас бы гораздо меньше предприятий работало по серым схемам. Не первый год ведь уже обсуждают. Цель понятна, но и про бизнес нельзя забывать. Как следует из пояснительной записки к документу, необходимость повышения сборов вызвана тем, что действующая льготная ставка не носит целевой направленности для налогоплательщиков, работающих в Пермском крае. То есть не обязывает их направлять высвободившиеся средства на развитие собственного производства, на создание новых рабочих мест, на инвестирование в экономику региона. Кроме того, уточняется, что при сохранении на период 2016-2018 годов льготной ставки в 13,5% в бюджет региона недополучит 18 миллиардов рублей. С другой стороны, отмечает Геннадий Сандырев, момент для принятия закона не самый подходящий. Да и взамен этой льготы не вводится новая. Здесь нужен деловой подход. Мы не говорим, чтобы отменить ее вообще. Мы говорим о том, чтобы ее реформировать. Льгота действует для всех налогоплательщиков. Налога на прибыль на территории Пермского края. Если взять анализ на территории Российской Федерации и особенно близкого нам Приволжского округа, то во всех субъектах, фактически во всех субъектах Российской Федерации и во всех без исключения субъектов Приволжского федерального округа, кроме Пермского края, действует льгота по налогу на прибыль, но она везде носит инвестиционный характер. Регионы этот вопрос решают по-разному. Где-то налоговая льгота зависит от реализации продукции на территории субъекта, где-то от инвестиций в основные средства. Взять, к примеру, Республику Башкирия. Там, во-первых, существует градация льготы от 0,5 до 4%. Чем больше инвестиций вкладывается в производство, тем выше льгота по налогу на прибыль. Геннадий Сандарев предлагает не запретать велосипед, а взять у соседей успешно работающие идеи. Мы на самом деле за то, чтобы льгота инвестиционная все-таки вошла в этот законопроект и сразу с увеличением постепенной ставки было принято постепенное введение той же льготы инвестиционной по налогу на прибыль. На наш взгляд, это как раз стимулирует бизнес, инвестировать в производство, создавать новые рабочие места и тому подобное. Без делового подхода можно лишь наломать дров, и регион больше потеряет, чем приобретет. Бизнес, прогнозируют эксперты, особенно средний, может уйти в тень, либо в другие регионы, где действуют хорошие налоговые льготы. Все-таки это компромисс. То есть это компромисс между властью и между бизнесом, который сегодня формирует львиную долю доходной части бюджета. Ограниченный круг лиц понимает, что дальше будет происходить, какова конъюнктура рынка, что у нас будет по программам импортозамещения. И понятно, что без госучастия, без госкапитала или так называемых финансирования кредитного ресурса банков с государственным участием, их там не больше четырех, да, и мы понимаем, что это все должно быть предметом серьезного анализа и, естественно, с выходом на какой-то компромиссный результат. Налоги, кроме фискальной и контролирующей функции, должны еще и стимулировать. Отмена существующей льготы, по мнению экспертов, не способствует развитию бизнеса в Пермском крае, а, соответственно, развитию производства. Впрочем, в прошлом году законопроект уже вносили на рассмотрение. Он был принят в первом чтении. Однако до второго не дошел из-за большого количества поправок. Ровно через неделю. Деловой подход к решению проблемы безнадзорных животных. Нам интересно ваше мнение. Заходите на нашу страницу в социальной сети Facebook и оставляйте свои комментарии. Самые интересные прозвучат в эфире. Я вот понял, что гордость за свою страну, знаете, воодушевляет. А психологи уверены, что патриотические чувства и вовсе делают нас счастливее. Так что наш следующий сюжет явно на пользу. Семь подходов за две с половиной минуты. Достойный результат для будущего защитника Отечества. Как признается курсант Северского кадетского корпуса Василий Учайкин, за высокими показателями всегда стоит долгая и упорная подготовка. Тяжело в учении, легко в бою. Спортом я увлекаюсь вообще с пяти лет. И для меня соревнования – это очень важная вещь. К ним нужен очень долгий год тренировки. Это не передать словами. Всероссийский фестиваль кадетских школ «Виват Кадет» Перим принимает уже в восьмой раз. Участники из 18 команд из разных уголков России будут бороться за звание лучшего в стрельбе. Из пневматического оружия, преодоление полосы препятствий на время и выполнение сложного комплекса упражнений на турнике. Конечно, цель конкурса – выявить лучших. Но не только. Главное здесь – кадетское братство. На конкурсе ребята успели познакомиться и подружиться, рассказывают курсанты из Якутии. В Башкирии пообщались. Там пацаны уже не первый раз тоже настроили. Помогают, объясняют. Объясняют, что нам уже легче становится. Уже не так волнительно, как первый раз. В этом году фестиваль «Виват-кадет» посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне и проводится под патронажем главы Перми. Не может быть будущего у страны, у народа, кто не чтит свое прошлое. И сегодня мы протягиваем нить поколений. Вам, господа кадеты, прославлять подвиги и достижения наших отцов, дедов и прадедов. По мнению организаторов и участников, фестиваль подтверждает, что сегодня кадеты являются надеждой и опорой наших вооруженных сил, а ветераны кадетского движения – опорой патриотического воспитания в стране. Диас Пальшиков Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Все мы родом из детства. Некоторые ученые вообще считают, что личность ребенка формируется до пяти лет. И после уже ничего не изменить. Ну, ученым им, конечно, виднее. Но то, что чем раньше, тем лучше – это факт. И это уже житейский опыт. Мало что такой сотрудник ни больничный не возьмет, ни отгул не попросит. Он еще и беседу может с легкостью поддержать на любую тему. Робот-помощник изобретения пермских инженеров. Клиентов узнает в лицо. Любая работа с людьми, говорит его создатель, ему по его железному плечу. А начиналось все, как обычный гаражный стартап. Первый рабочий прототип вообще был больше похож на холодильник. Сегодня проект выходит на европейский уровень. Мы активно внедряемся на рынок и делаем первых на рынке полностью автономных роботов-помощников. И на сегодняшний день таких работает по России 50 штук. От Краснодара до Якутска. И до конца года у нас еще подписано 150 договоров. То есть это уникальный пример того, что то, что тебе нравится, можно легко коммерциализировать, стоит только захотеть. Инновационные разработки пермские инженеры представили в рамках первого фестиваля «Молодой инноватор». Фестиваль был интересен и маленьким пермякам. Для школьников провели мастер-классы. Показали не только, как создавать 3D-модели, но и продемонстрировали настоящие химические опыты. Превращали порошок в снег и даже замораживали предметы азотом. Мне очень понравилось. Нам показывали разные опыты. Нам показывали химию. Нам показывали работу с азотом. Мероприятие от такого масштаба и формата мы проводим в первый раз. Но я вижу, что ребята довольны, им всем интересно. Мы считаем, что очень важно в настоящее время развивать инновационную изобретательскую деятельность, так как именно она является двигателем прогресса, двигателем нашей экономики, экономики нашего города и Российской Федерации в целом. Организаторы и активисты Молодежного совета при Пермской городской думе прочат фестивалю «Молодой инноватор. Большое будущее». Учитывая неподдельный интерес молодых посетителей мероприятия, стоит надеяться, что уже в самом ближайшем будущем кто-то из них тоже представит здесь свои разработки. Татьяна Александрова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Вот в конце 80-х, в 90-х годах по стране прокатилась волна переименований. Я это отлично помню. Множество их было. Древние исконные названия возвращались в городам, поселкам, улицам. В Перми, кстати, тоже активно меняли таблички на зданиях. И вот лишь один пример достойной рубрики «Легенды губернского города». Партнер проекта «Триумф. Квартал-2». Жилой комплекс на Карпинского, 108. Улица Осинская в советские времена именовалась улицей Жданова. Кто это такой, сегодня вспомнят разве что пожилые люди. А когда-то Андрей Александрович был известен в всей стране. Родился он, между прочим, в семье священника, который был одно время даже доцентом московской духовной семинарии. Но сын пошел другим путем. В 1915-м Жданов примкнул к большевикам. Были в его биографии Шадринск и Уфа, и Нижний Новгород, и Тверь. Взлет начался в начале 30-х. Жданов возглавлял партийную организацию Ленинграда. Был председателем Совета министров РСФСР. Называли его уже верным соратником товарища Сталина. И прославился он в кавычках как идеолог. Организовал первый съезд Союза писателей. Но особенно развернулся после войны. Было печально известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Жданов обрушился на Анну Ахматову за ее упаднические стихи. И на Михаила Зощенко за глумление над советскими людьми. Знаменитого сатирика назвал подонком литературы. Надо ли говорить, сколько деятелей культуры в итоге подверглись травле. Умер Жданов в 1948-м. И, кстати, его смерть послужила потом сигналом к началу печально известного дела врачей. Началу кампании антисемитизма. Но, оказывается, первый опыт пропагандистских расправ Жданов получил на Урале. В том числе и в Перми. В нашем городе он руководил курсами пропагандистов и культурно-просветительных работников для Красной Армии. В 1918-м году. Страшный год. Код красного террора. Расстрела заложников. Убивали священнослужителей. И следовала атака красных на идеологическом фронте. Вот скажем, что писали в Перми по поводу постановки оперы Мусоргского «Хованщина». Как от осей спектакль, до сих пор минует застенки большевистской цензуры. Так и сказано. Застенки цензуры. В Перми запрещена частная антерприза. На сцене идут спектакли под названием «Труд и капитал». Дельцы. Звучит поэма под названием «Стачка кузнецов». Причем в 1918-м концерты и вечера в Перми часто проходили в клубе Красной Армии. Тут уж без участия товарища Жданова, учитывая его тогдашнюю должность, никак не обходилось. И, скажем, однажды просвещенная собеседница бросила будущему главному идеологу. А я аристократка духа. На что Жданов ответил. А я плебей. Все-таки хорошо, что улицы Осинской вернули ее историческое название. Никита Чернов, Роман Мельничук. Телекомпания «Ветта». Вот я, как отец двух сыновей, всегда готов за нашу молодежь заступиться. И на вопрос, почему они не читают, отвечаю. На самом-то деле, они пишут и читают практически постоянно. Десятки, сотни страниц. Мейлы, эсэмэски, твиттеры, лента друзей, новости. И каждый из них к 15 годам сочинил уже не один десяток, как бы рассказов все про себя любимого и про своих друзей. Я даже больше скажу. Они и газеты тоже читают. Только с экрана. А пресс-парад у многих вообще самая любимая рубрика. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Перми». За опасное вождение хотят лишать прав. Соответствующие предложения, направленные в правительство, сообщает коммерсант. Как стало известно изданию, правительственная комиссия по безопасности движения в ближайшее время определит способ наказания за агрессивное вождение. Свои предложения в Белый дом направили ГИБДД, Департамент транспорта Москвы и экспертный центр пробок нет. Все они в той или иной степени сводятся к одной идее. Агрессивный способ вождения – это неоднократно совершенный на дороге перестроение и ускорение. Решение о наказании нарушителей должны принимать инспекторы вручную после просмотра видеозаписи, если таковые имеются. ГИБДД предлагает штрафовать таких водителей на 5 тысяч, Москва – лишить прав на срок до двух лет, пишет автор статьи Иван Буранов. Кому в России платят больше всего? Зарплата россиян падает второй месяц подряд, сообщает Главное статистическое ведомство страны. Материал в газете «Ведомости». Зарплата россиян падает второй месяц подряд, следует из свежего доклада Росстата. Судя по замерам ведомства, в августе среднемесячная номинальная зарплата в России составила 31 тысячу рублей, что на 6% ниже, чем в июле. В июле же была на 4% ниже, чем месяцем ранее. В реальном же выражении, с учетом инфляции, зарплаты просели несколько больше, на 6,5% соответственно. Самый высокий уровень зарплат в производстве нефтепродуктов. На втором месте – производство кокса. Самый низкий уровень в текстильном и швейном производстве, в обувной промышленности, производстве кожи, в сельском хозяйстве, в сфере охоты и лесного хозяйства, сообщает корреспондент издания Михаил Малыхин. Рапортуют. Сегодня заместитель главы администрации Перми Николай Уханов доложит о готовности Перми к отопительному сезону. По данным администрации, паспорта технической готовности предоставили 100% объектов социальной сферы и 97% жилых домов. В проекте решения Пермской гордумы говорится о своевременном завершении подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период Жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры. Так готовы пускать тепло или нет? Подробности в свежем номере газеты «Звезда». Ожидание «Золото» статью под таким заголовком читаем в бизнес-классе. Недвижимость уверенно движется в сторону покупателей. Вслед за фиксацией снижения средних цен на жилье подоспели и данные по коммерческим объектам. Здесь более всего подешевели офисы с начала года на 10%, причем сразу на 2% только за август. Эксперты отмечают, что офисная недвижимость всегда быстрее реагирует на изменения рынка. Теперь ждем ответного слова со стороны других ее сегментов. Такого обширного предложения в центре Перми, как сейчас, не было очень давно. Продают и зданиями, и этажами. Но продают долго, покупателей найти сегодня очень тяжело. Последние понимают, что правила теперь диктуют они. И если за август офисы подешевели на 2%, то почему бы не подождать еще немного? У качества есть своя цена. Этот слоган уже прочно закрепился в нашем с вами сознании. На одно дело, когда ты джинсы покупаешь, и совсем другое, когда за телефон платишь. Звонить станет дороже. Об этом правила денег говорят. А вот почему, знает Надя Емельянова. Партнер проекта – компания «Теплоприборкомплект». К началу отопительного сезона. Добрый день. В кризис всем приходится не сладко. И все думают о том, как пережить этот период с минимальными потерями для себя. Мобильные операторы уже спрогнозировали грядущее сокращение трафика и заранее готовят для себя возможности дополнительно заработать. Мегафон начал повышать стоимость исходящих с московского региона. Также в конце сентября у этого оператора подорожал роуминг. Стоимость международных звонков в страны СНГ и в Европу увеличилась более чем в полтора раза. Остальные мобильные операторы меняли тарифы в феврале. А теперь взялись за дополнительные опции. Так МТС, начиная с апреля, стал взимать плату за сообщения о звонках, поступивших на телефон, пока он был отключен. А с 1 октября за услугу вам звонили, оператор будет брать почти рубль в день, о чем он уже уведомил своих абонентов. Радует, что пока все дополнительные опции можно отключить бесплатно. А также то, что законодательно отменено мобильное рабство. Можно перейти к другому мобильному оператору с сохранением своего номера. Сейчас сделать это легко, надо просто написать заявление. Услуга, правда, платная – 100 рублей. Это были «Правила денег». «На пузе шелк, а в пузе щелк». Эта народная поговорка точно и буквально передает финансовую и жизненную ситуацию вечных должников. Расстратившись на шелка, дорогие игрушки, развлечения, у них на самом деле порой не остается денег на оплату продуктов питания и коммунальных платежей. А вот какую финансовую стратегию выбирают сегодня пельмяки? Берут в кредит или все-таки стараются накопить и купить за наличные? И вот что люди-то говорят. Партнер проекта – фармацевтическая компания «Битулофарм». Битулин иммуна. Включи иммунитет. Ну, вы знаете, если кредит выгоден, то можно взять и кредит, потому что деньги будут выходить постепенно, если там нет переплаты какой-то такой большой, особенно на технику, на бытовую. Сейчас очень много кредитов таких. Мне кажется, что есть смысл в крупную вещь, и ты незаметно выплатишь. Все-таки это должно быть наличный. Ну, карточка или наличный не имеют разницы, но в кредит это очень обременительно брать. Потому что высокие проценты. И выходит, что вещь действительно очень дорогая. Я сам по себе не люблю залазить в кредиты, стараюсь. Если я не могу себе позволить купить, я лучше воздержусь. А так, ну вот, стараюсь лучше брать все прям за наличку. Если касается машины и квартиры, то, конечно, зарплаты не хватит, все равно рассматривают кредит. Но первоначально все равно какой-то взнос хотя бы 50% должен быть своих. Тогда с кредитом легче справиться будет. Ну, лучше-то наличное. Как бы с кредитом лучше вообще не связываться, если честно. Тем более сейчас, в наше время. Потому что, я еще раз повторяю, что, ну, кризис все равно дает о себе знать иногда. И по бюджету ударяет как бы. Если нет наличных, то кредит брать не буду. Почему? Ну, потому что залезать в такую долговую яму, я считаю, что в данный момент, вот в этой ситуации, которая сейчас сложилась у нас, не следует наличные. Почему? Ну, такой принцип у меня по жизни просто. В кредит не жить. Налетай, подешевело. Да, грубо, но жизненно. Мебель, антиквариат, а может быть акции. Кризис – это всегда новые возможности. Наш комментарий недели лишь о некоторых вариантах. Я считаю, покупать рано. То есть, недвижимость еще не на дне, и покупки недвижимости лучше делать не сейчас. Лучше делать позже. Скорее всего, она будет ниже. В Москве она будет, наверное, еще ниже там переизбыток построенного жилья. В Перми, возможно, падение цен будет меньше. Но, скорее всего, оно будет. Кто увлекается инвестициями на бирже, мы советуем присмотреться к долларовым компаниям. То есть, Сургутнефтеказ на сегодняшний день – одна из очень интересных компаний, которую многие считают долларовым депозитом. Потому что она выплачивает большие дивиденды. Она растет, когда растет доллар. У них большое количество долларов на счетах. Будет ли ее рост в следующем году при низкой стоимости нефти, мы не знаем. Но пока на сегодняшний день она очень похожа на компанию, акции, которые сравнимы с долларовым депозитом. Поэтому есть интерес, туда вкладываются. Химики, металлурги – это те компании, которые сейчас интересны при растущем долларе. При отскоке нефти интересны компании, которые типа Сбербанка, которые привязаны к индексу РТС. И при росте рубля эти компании будут расти, у которых высокорублевая составляющая в доходах. Однозначного инструмента нет, так скажем. Есть много разных инструментов, но точно лучше не тратить, а копить. И точно не нужно идти за еще одним телевизором, если он есть, за еще одним автомобилем, если он есть. Это, конечно, хорошо, когда есть мнение, что стоит потратить. Ну, допустим, съезжу-ка я напоследок в какую-нибудь страну заграничную и потрачу, пока еще евро совсем не стал стоить за 100. Ну, наверное, смысла в этом нет. Лучше отдохнуть на юге или не отдыхать вообще, так скажем. поработать это время. Я хотел бы обратить внимание для тех, кто, так скажем, моложе 1967 года. Это очень важно. Начать заниматься накоплением себе на пенсию. Это очень важный момент, поскольку лучше каждый месяц складывать, чтобы потом, начиная там 60 лет, каждый месяц начинать эти деньги тратить. Пенсионная система в России, как вы видите, там, она в не лучшем состоянии. И что будет с человеком, которому сейчас там 30 лет, через 30 лет мы не знаем. Ну, лучше начать заботиться уже о себе сейчас. Вот я уверен, что об инструменте зарабатывания денег позаботиться обязательно стоит. Это я про здоровье. Ну, не зря же поговорку придумали. Было бы здоровье, остальное купим. Вот и Рома Четин меня тоже поддержит. Причем прямо сейчас. Здоровье для... Прогресс не стоит на месте. Региональные клиники комплектуют современным оборудованием. Уровень профессионализма врачей позволяет выполнять многие сложные операции. Например, эндопротезирование тазобедренных суставов. Замена сустава на его искусственный аналог. Еще каких-то 10-15 лет назад операции такого рода проводились нечасто. Была очередь к специалисту, и цена искусственного сустава была непомерно высока. Сейчас все по-другому. В 11-й медсанчасти операцию могут провести уже спустя 4 дня после обращения. Используем два вида имплантов. Это цементная эндопротеза и так называемая бесцементная эндопротеза. Они различаются между собой видом фиксации в кости. Цементные крепятся на специальный медицинский цемент. Бесцементные вклиниваются в кость. Впоследствии металл врастает, заменяя собой поврежденный сустав. Конечно, мысли о подобной операции на свой счет принимать не очень-то и хочется. Но, к несчастью, от коксартроза или перелома шейки бедра никто не застрахован. Такова жизнь. Главное помнить, что откладывать проведение подобной операции на потом себе дороже. Боль со временем не пройдет, подвижность без вмешательства специалиста не восстановится. Всего-то и нужно 14 дней провести в клинике под присмотром специалистов. За это время мы успеваем прооперировать пациента, заживить ему послеоперационные раны и провести первичную реабилитацию. Операция длится полтора-два часа. Современные искусственные суставы полностью имитируют настоящие. Они возвращают опорность и избавляют от боли. Однако забывать о том, что внутри вас инородное тело, не стоит. Все равно состав искусственного не родной и не будет никогда как родной работать. Поэтому определенные правила нужно соблюдать. Подобные операции выполняются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. В течение одного-двух месяцев после выписки из больницы пациент возвращается к своей привычной жизни уже без боли и без дискомфорта. Вот вы знаете, на днях на глаза попалась книжка. Хорошо было жить на даче. Усадебная жизнь дореволюционной России в фотографиях и воспоминаниях. Полистал, посмотрел и знаете, в принципе мало что изменилось. Также варили варенье, ходили в гости, общались, гуляли. Вот они где традиции-то сохранились. Загородная жизнь в дачных историях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер рубрики «Конно-спортивный комплекс Пермского края». Приглашаем окунуться в мир прекрасных животных – лошадей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас сегодня очень колоритная дача. Дом здесь украшен виноградной лозой. Но самое интересное скрывается внутри. Хозяйка дома Людмила Алексеевна в своей даче души не чает. Работа на заводе отнимала все силы. А здесь как будто заново рождаешься, рассказывает она. Всегда хотелось найти место, где можно почувствовать себя самой собой. Сюда приезжали молодые. Когда еще были? Просто с палатками. Покупаться, лодка, лыжи водные и всякое. Потом решили, уже в палатках, как бы, дети пошли. И поэтому стали, построили дачу. Уже 40 лет этот необыкновенный участок радует хозяев и даже иностранных гостей. Друзья семьи из Италии и Англии влюбились в эту дачу. Если приезжают в Пермь, то останавливаться предпочитают именно здесь. Друзей у нас было много. Мы всегда у нас собирались, потому что место позволяло. И нравилось. Ничего не могу сказать. Потому что здесь был зеленый сад. Муж Людмилы Алексеевны дом строил своими руками. Специальных знаний не было. Постегать плотненское дело приходилось методом проб и ошибок. Но результат превзошел все ожидания. Есть инновации. В крыше дома специальное отверстие для виноградной лозы. Так что любоваться им можно, не выходя на улицу. Это все приходило постепенно. Постепенно что-то добавлялось, что-то делалось. Землей не занимался, конечно. Вот у него такое появилось хобби. Делано как бы для семьи. Чтобы это было удобно отдыхать. Видна любовь хозяев к деталям. Благодаря такому перфекционизму эту дачу точно не спутаешь ни с одной другой. Наше внимание привлек вот этот барельеф. После очередной выставки в училище ему понравилась идея, что-то такое. Он пришел, нарисовал эскиз, потом что-то там подрабатывал. И вот в течение лета я сделала такую работу. Как бы гусляр поет песни. Так вот так и написано. Песня всей Руси Великой. Людмила Алексеевна не представляет лета без любимой дачи. Здесь и мельница, и колодец, и разнообразные деревянные скульптуры. Как шутят друзья, это не дача, а целый музей под открытым небом. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Бетта». Вот каждое шоу этого цирка – это что-то невероятное. Нельзя поверить, что такое возможно. Нельзя представить, что это реально. Головокружительные цирковые трюки, хореографии и костюмы. Каждый номер – это авторская работа. Увидеть которую можно в пермском цирке. Казачья судьба – жизнь в седле. Порой кажется, что самые смелые и виртуозные трюки артисты аттракциона «Кубанские казаки» выполняют в совершенно легко и непринужденном. И это лишь часть новой программы на арене Пермского цирка под руководством народного артиста России Юрия Миргенова. Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк! Программа знакомит зрителей с разнообразием животного мира. В играх народов севера, например, заняты северные олени, хаски и другие обитатели снежных пустынь. Горный Алтай на арене представляют благородные олени-моралы. Увидеть их в дикой природе – большая удача. Уж очень они пугливые и осторожные, рассказывает Елена Леонтьева. Требуют особого подхода. Чтобы с ним работать, нужно завоевать у них доверие. Чтобы они тебе доверяли, чтобы они тебя слушали, чтобы они делали работу. То есть я их воспитываю так, как я воспитывала своего ребенка. Вот и морские львы, говорят в цирке, животные с характером. Не захотят выходить на арену – не заставишь. Впрочем, похоже, что и они сами испытывают огромное удовольствие от выступлений. Маленькие зрители в восторге. Мне понравились теления. То, что они мечами, они суперкласс показывали, на руках ходили. Зрительный зал замирает, когда на арене цирка появляются гимнасты с легендарным номером «Мост дьявола». Опасным трюком, придуманным артистами в далеком 80-м, восхищалась вся страна. Рукоплескали ему и за океаном. Там каждый миллиметр, вот каждое движение партнера говорит о многом, потому что он чуть дальше стал, я чуть ближе и все, уже пошел. Да даже волосок от папаха попал, вот даже нельзя даже отвлекаться, потому что рычаг длинный, упустил, все, уже не остановится. Не остановится. Программу «Здравствуй, школа, здравствуй, цирк» своими глазами в Пермском цирке можно увидеть до 18 октября. О том, что музыка жить помогает, нам давно известно. Вот и врачи подтверждают, песня – это ж как витамин. Ну что тут еще скажешь? На здоровье! Партнер проекта – благотворительный фестиваль «Гаражная распродажа» в торговом центре «Арктик Хоул». Город сильно хрип, город зол и простужен, по колено в ерунде. Наплевать бы на гриб, да пойти бы по лужам, как спаситель по воде. Взять бы да улететь, чтоб капризы погоды не терпеть. Но, увы, господа, в белокаменных снова холода. Нету лета, на полгода зима опять затянется. Нету лета, не сойти бы с ума, не с как бы пьяницы. Нету лета, и пусть порой моя жизнь не раскрасавится. Нету лета, вот за это она мне так и нравится. Кто-то счастлив всегда, кто-то раз в пятилетку. Я скажу вам, без прикрас, мир с огромным трудом и исключительно редко прогибается под нас. Но, кого тут винить, в наших силах все это изменить. Так пускай иногда будут в наших широтах холода. Нету лета, на полгода зима опять затянется. Нету лета, не сойти бы с ума, не с как бы пьяницы. Нету лета, и пусть порой моя жизнь не раскрасавится. Нету лета, вот за это она мне так и нравится. Чтобы мира весы удержать в равновесии, кроме солнца есть луна, кроме душной попсы, есть и свежие песни, и другие имена. Кроме нет, есть деда, и не в этом лишь счастье, господа. Так пускай иногда будут в наших широтах холода. Нету лета, на полгода зима опять затянется. Нету лета, не сойти бы с ума, не с так бы пьяницы. Нету лета, и пусть порой моя жизнь не раскрасавится. Нету лета, вот за это она мне так и нравится. Кризис жанра. Кризис среднего возраста. Собственно, экономический кризис. За этим словом удобно прятаться. Вопрос, как долго? Вот мне на днях анекдот рассказали как раз в тему. Кризис – это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше. Главное, что самые важные вещи остаются неизменными, правда? Семья, дружба, увлечение, любовь. Вот если помнить об этом, то ко многим трудностям начинаешь относиться, ну, как-то проще, что ли. Так что хорошего вам дня, и я уверен, сегодня все сложится очень удачно. Во вторник в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 63%. Днем столбик термометра будет находиться в районе отметки 16-18 градусов со знаком «плюс».